Добро пожаловать на тренинг по основам сбалансированного питания от Гербалайф. Проснувшись утром, мы все начинаем торопиться по своим неотложным делам. Часть из нас, экономя время, отказывается от завтрака. Кто-то перекусывает на бегу тем, что попадается под руку. Между тем, завтрак – это самый главный прием пищи, особенно для тех, кто стремится контролировать свой вес. Сбалансированный завтрак – это завтрак, который содержит белки, полезные углеводы, жиры, клетчатку, витамины и минералы. Он не превышает норм калорийности, при этом снабжает достаточным количеством энергии для начала дня и помогает контролировать аппетит до следующего приема пищи. Согласно последним исследованиям, съедая сбалансированный завтрак, можно сократить дневное потребление калорий. Качественный завтрак заставляет организм быстро проснуться, запустить метаболизм и настроиться на активное сжигание калорий. Пропуск завтрака оставляет организм в пассивном состоянии, при котором сгорает минимальное количество калорий. По статистике, около 15% россиян игнорируют завтрак. При этом часть из них ссылается на то, что есть попросту не хочется. Отсутствие аппетита, как правило, вызвано обильным перееданием во время ужина. Обильные вечерние трапезы приводят к быстрому набору жировой массы от 4 до 7 кг в год, что нивелирует усилия, направленные на ее снижение. Ночью организм продолжает жить своей жизнью. Пока вы спите, он работает и расходует питательные вещества, поступившие в течение дня. Утром их запас нужно пополнить, а значит завтрак должен быть сбалансированным. Он должен содержать белок, полезные жиры и углеводы, клетчатку, комплекс витаминов и минералов. Белок. Завтрак является наиважнейшим для пополнения этого элемента. Суточной нормой потребления является 1,3 грамма белка на килограмм массы тела для женщин и 1,5 для мужчин. То есть женщина, ведущая обычный образ жизни при весе 60 килограммов, должна потреблять 78 грамм белка в сутки. Однако за один прием пищи организм способен усваивать не более 30 граммов, что автоматически предполагает наличие белковой составляющей в каждом приеме пищи. Кроме того, добавление белка обеспечивает чувство сытости, поэтому 20-25 граммов белка должно обязательно поступать вместе с завтраком. Углеводы. Они дают энергию для отличного начала дня. В завтрак должны входить сложные углеводы с низким гликемическим индексом, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови. Жиры. Полезные жирные кислоты, омега-3, восполняют утренние потребности организма в жирах. В завтраке должно присутствовать 5 граммов полезных жиров. Клетчатка. Взрослым рекомендуется ежедневно потреблять 30 граммов клетчатки. Она поддерживает пищеварение и помогает организму очиститься от всего лишнего. Витамины и микроэлементы. Завтрак – это отличная возможность начать потребление тех самых 13 витаминов и 15 микро- и макроэлементов, ежедневный прием которых жизненно необходим нашему организму. Большинство из них просто незаменимы и поступают исключительно с пищей. Помимо обязательных компонентов, есть еще одно условие. Завтрак не должен превышать определенной калорийности – 20-25% дневного рациона. Это составляет от 400 до 700 килокалорий для взрослого человека, в зависимости от пола, комплекции, физической нагрузки. Если есть лишний вес, то калорийность должна быть существенно снижена. Немаловажным является и то, что завтрак должен быть быстрым в приготовлении, чтобы в современном ритме жизни у нас всегда нашлось на него немного свободного времени. Ну и, конечно, он должен быть вкусным. Не каждый вариант завтрака можно считать сбалансированным. Если вы съедите на завтрак сладкие хлопья, кофе с шоколадкой или сладким печеньем, то чувство голода быстро вернется. Связано это с тем, что в таких продуктах совсем нет белка и слишком много простых углеводов, которые провоцируют скачки уровня глюкозы в крови, что вызывает чувство голода. Кроме того, в таких продуктах есть скрытые жиры и отсутствуют необходимые витамины и минералы. Если вы съедите, например, йогурт или порцию нежирного творога, вы обеспечите себя белком, однако вы не восполните запасы полезных жиров, углеводов, клетчатки, витаминов и минералов. Съедая бутерброд со сливочным маслом и сыром, жареную яичницу с колбасой, вы получите немного белка, но переборщите с вредными жирами. А вот сложных углеводов, клетчатки и витаминов снова недополучите. Ну а традиционная овсянка, хотя и является источником сложных углеводов и клетчатки, не содержит достаточно белка, полезных жиров и витаминов. Даже скомбинировав несколько разных продуктов, получить абсолютно все необходимые нутриенты будет сложно. Например, вы съедите творог для восполнения белка, жирную рыбу для восполнения омега-3, нешлифованный рис в качестве сложных углеводов и клетчатки, два-три разноцветных фрукта для получения витаминов и микроэлементов. В итоге вы съедите гораздо больше объем продуктов, что заметно повысит калорийность рациона. Кроме того, такое сочетание будет невкусным, плохо переварится и усвоится. Ну и, конечно, вам придется потратить изрядное количество времени на приготовление. Решить проблему сбалансированного завтрака помогут специализированные функциональные продукты питания. Итак, что же мы узнали сегодня о сбалансированном завтраке и его роли в рационе питания? Завтрак – самый важный прием пищи в течение дня. Он запускает метаболизм, что настраивает организм на активное сжигание калорий. Завтрак на основе белка с грамотно подобранным содержанием сложных углеводов, жиров, клетчатки, витаминов и минералов, а также оптимальной по калорийности, называется сбалансированным. Сбалансированный завтрак помогает контролировать чувство голода до следующего приема пищи. Завтракайте сбалансировано, а полученную энергию тратьте не на борьбу с чувством голода, а на действительно важные дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова